Северная Осетия стала участником благотворительного проекта «Путешествие Деда Мороза» с НТВ. Самый настоящий Дед Мороз по видеосвязи пообщался с детьми из Владикавказа в студии нашего телеканала «Осетия Рыштон». На встречу пришли как малыши, так и взрослые. Некоторые ребята решили задать свои вопросы, записав их на видео. Проект существует уже пять лет. За это время Дед Мороз побывал в сотнях социальных учреждений и исполнил мечту многих малообеспеченных семей. Подробнее обо всем Галина Григорян. Еще есть такие вопросы. Почему ты подкладываешь подарки под елку именно в Новый год ночью? Не днем в холодильник, а ночью. Любой вопрос о том, что волнует каждого малыша. Как себя чувствует Дедушка Мороз в период пандемии? Любит ли он зиму? Не устает ли развозить подарки? А еще дети рассказывали любимые стихи и пели песни. Стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот так, Тарас, ночной пароль. Когда в лесу так тихо, встречают волка под горой. Почему выбрали именно зиму для праздника Нового года? Дед Мороз вместе с ведущей канала НТВ Эльмира Эфендиева и по видеосвязи пообщался с детьми с Владикавказа в студии нашего телеканала «Осетия Рыштон». Буря эмоций и у взрослых. Дедушка, кстати, вот по поводу писем от взрослых, я признаюсь, в прошлом году написала письмо. Одно из желаний было встреча с тобой. Оно мне исполнилось. Одна из целей путешествия Деда Мороза с НТВ – помочь тем, кто особенно нуждается в новогоднем чуде и волшебных подарках. Детям с особенностями в развитии и заболеваниями. Поэтому имя девочки Зарины Бадоевой не могло не прозвучать. У малышки редкая болезнь – СМА первого типа. Ей требуется на лечение порядка 150 миллионов рублей. Мои милые, каждый из вас может стать волшебником. Я всегда про это говорю. Для этого достаточно одного доброго дела в день. И сегодня этим добрым делом может стать помощь для милой внучки Зариночки. Все, кто меня слышит, видит, я передаю большой привет. Проект существует уже пятый год. За это время Дед Мороз побывал в сотнях социальных учреждений, исполнил мечту сотен малообеспеченных семей, в том числе и во Владикавказе. Дедушка, ну мы уже сказали, что во Владикавказе мы в первый раз. И давай, может быть, расскажем, кого мы уже поздравили с тобой в этом году в столице Северной Осетии Алании. Мы побывали в Центре содействия семейному воспитанию. Там находится порядка 40 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Сотрудники этого центра делают все, чтобы ребята обладали навыками, необходимыми для взрослой жизни. Да, и вот весной, когда все находились на самоизоляции, взрослые дети поняли, что иметь какое-то увлечение, любимое занятие – это очень важно. И вот в социальном учреждении, про которое ты сейчас сказал, есть несколько швейных машинок, на которых ребята и девочки, в частности, очень любят, полюбили шить. Волонтеры, активисты и просто добрые помощники со всей страны будут доставлять детям подарки, игрушки. До конца этого года проекта хватит 36 населенных пунктов. Галина Григорян, Майербек Детикаев, Новости Осетии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова